Аварийно-спасательные машины, челноки, автоматические пожарные лестницы, катер – все это далеко не полный список инновационной спецтехники, имеющейся в парке сочинских спасателей. Без каждой из этих машин трудно представить поисково-спасательную операцию, а их за 20 лет существования подразделения в Сочи было проведено около 8 тысяч, причем не только на территории региона, но и за рубежом. Спасено около 11 тысяч человеческих жизней. В этом году количество спасательных работ увеличилось, оно более 600. Но это говорит не только о том, что риски усиливаются бытовые, техногенные или природные, это еще и говорит о том, что наша служба, они узнают все больше людей. На пульт оперативного дежурного поступает все больше звонков, а это значит, что еще большему количеству людей мы можем оказать помощь. Помимо наземных операций, спасательные работы ежегодно проводятся и под водой. Благодаря вот этому стационарному барокомплексу за его шестилетнюю службу уже было спасено несколько десятков жизней водолазов. Транспортная барокамера – лучшее средство для лечения любого вида заболевания, связанного с резкой сменой давления. Максимальный срок лечения от кисонки составляет 9 суток. Она доставляется на место погружения, может применяться, либо же, когда далеко куда-то ехать, и пострадавшего надо приехать туда, быстрее его забрать, он погружается сюда, закрывается, крышки закрываются, лимонтор закрывается, и под ним поднимается давление для проведения лечебной рекомпрессии. Все желающие могли не только увидеть 15 единиц аварийно-спасательной спецтехники, узнать о работе каждой из них, но и сфотографироваться около машин и даже примерить на себя каски мобильных пожарных. А для более подробного знакомства с работой спасателей гостям был представлен фильм и фотовыставка. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.